Гости из Черногории. Каким Ненецкий округ видят жители других стран, которые приезжают сюда впервые? И в чём изюминка Заполярного края? Ответы на эти вопросы в материале Елизаветы Кабановой. Что отличает Заполярный край от других регионов России? Ненецкая культура которой уделяется особое внимание. Если для даринмарцев изделие из меха и оленя – обыденность, то для туристов это что-то незнакомое и экзотическое. Покупать уже готовое неинтересно. Лучше сделать всё своими руками. Останется не только память, но и эмоции. Вот, это моя кукла Уко. Я узнала сегодня, что это кукла на удачу. Я её сшила, сделала, выбрала сама клюв для неё. И я не знала, что вообще существует этой кукла и что это что-то традиционное у ненецкого народа. Поэтому, наверное, её заберу с собой в Черногорию, чтобы мне приносила всегда удачу. Нина – одна из лиц проекта «Россия глазами иностранца» от ByForenes. Ребята снимают это шоу уже три года. В каждом регионе новый ведущий. Съёмочная группа работает сообща. Каждый знает своё дело и стремится показать родную Россию такой, какая она есть на самом деле. Душевная, непохожая и интересная. Узнавать что-то о своей стране глазами иностранца – это открыть для себя что-то новое и увлекательное. Показать туристическую составляющую, ментальность российскую – это больше даже не как цель, а как факт, что может происходить. Нам не нужно брать сюда актёров, придумывать сценарии. Мы просто ездим, смотрим, показываем. И человек сам как-то реагирует, интересуется, как турист. Сейчас ребята снимают арктический сезон. Поэтому выбор столь маленького заполярного региона был очевиден. А для Нинецкого округа это большой плюс. Ведь туристы помогают не только развитию Заполярья, но и приносят деньги в бюджет субъекта. А как можно заинтересовать тех, кто никогда не был в Арктике? Конечно же, картинкой. Мы показали Нине за эти несколько дней всё многообразие культуры, каких-то этнографических особенностей нашего региона. Поэтому я думаю, что это будет очень полезно для жителей Москвы, для иностранцев, которые также будут смотреть этот проект, посмотреть, насколько уникален самобытен наш регион. Съёмочная группа провела в Нинецком округе четыре дня. За это время Нина узнала, что такое нинецкая культура. Как поделилась девушка, её везде принимали тепло и по-домашнему душевно. От этого ей казалось, что она у себя в стране, в тёплой Черногории. Но зацепили Нину не только люди. Ой, здесь всё прекрасно, реально. Мне больше всего нравится ваша природа. То, что есть снег и солнце, что здесь столько всего яркого. Дома даже яркие. Всё делается, чтобы было тепло и уютно всем, которые приезжают, и, наверное, вам, которые живёте здесь. Я успела посетить Пустозерский музей, Краеведческий музей, посмотреть, как чум выглядит внутри. На вопрос, что же ей понравилось больше всего, Нина ответила, что отлично провела время, и ей всё здесь понравилось. Девушка хочет вернуться в Заполярный край ещё раз. Ознакомиться с проектом и узнать, как видят нинецкий округ иностранцы, можно через неделю на YouTube-канале ByForenes, ссылку которого вы видите на своём экране. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.